Фейк. НАТО хочет добраться до Приднестровского региона. В последней декаде марта 2021 года в Черноморском регионе прошли многонациональные военные учения НАТО под названием SeaShield 21, возглавленные военно-морскими силами Румынии. В связи с этим событием прокремлевский портал спутник.мд 24 марта опубликовал статью «Как отреагирует Россия на учения Румынии и НАТО в Черном море», содержащую некоторые ложные заявления. Текст подписан так называемым военным экспертом Александром Хроленко, который заявляет, что военно-морские учения НАТО SeaShield 21 под руководством Румынии направлены на разрешение несуществующих региональных кризисов и создание условий для реальной дестабилизации в Черноморском регионе. В то же время автор предполагает, что с помощью этих учений НАТО хотело бы добраться до Приднестровья, что не соответствует действительности. В действительности же, согласно коммунике Генерального штаба ВМС Румынии, в период с 19 по 29 марта более 2400 солдат из 8 государств, 18 линкоров и 10 самолетов участвовали в SeaShield 21, в крупнейших и наиболее сложных многонациональных учениях НАТО, организованных румынскими военно-морскими силами в районе Черного моря. Основная цель операции SeaShield 21 – повысить уровень взаимодействия между ВМС Румынии и другими категориями сил румынской армии, различными структурами, подчиненными Министерству внутренних дел и другими военно-морскими силами НАТО. Эксперт по безопасности Думитру Мензерарь опровергает спекулятивные утверждения в статье, опубликованной «Спутник МД», отметив, что это классический пример манипулирования общественным мнением с целью выставить Североатлантический блок в плохом свете. Думитру Мензерарь пояснил, что эти военные учения являются обычным делом для вооруженных сил, и государства регулярно проводят военные учения для поддержания боевой готовности армии, а также взаимодействия со странами-партнерами. Не поддавайся влиянию пропаганды, информируйся из надежных источников. Компания против ложной и тенденциозной информации StopFalse. StopFalse МД